Таким образом продолжилось разбирательство по делу, в котором и фигурирует экс-начальник Рязанского областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Почти год назад Игорь Туровский был обвинен в вымогательстве взятки. Все уже было подумали, что больше он не появится на Рязанской номенклатурной авансцене. Однако Игорь Викторович неожиданно вновь возник в качестве руководителя Рязанского УФСКН и даже председательствовал на расширенном заседании ведомственной коллегии по итогам работы в первом полугодии 2014. Информация к сведению. Игорь Викторович Туровский родился в 1962 году в Рязани, в 1985 году окончил Кауновскую специальную среднюю школу милиции, в 1990 году высшую юридическую заочную школу МВД, с 2001 года возглавлял управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при областном УВД, в 2003-2006 годах замначальника управления УФСКН по Рязанской области, с 2006 года начальник УФСКН по Костромской области, 20 января 2012 года назначен начальником УФСКН по Рязанской области генерал-майор полиции. Игорь Туровский был награжден медалями Жукова и за охрану общественного порядка. Вот отрывок из интервью, в которое Игорь Туровский дал изданию МК в Рязани в марте 2012 года, когда он начинал работать на посту начальника регионального антинаркотического управления. «Несмотря на то, что я долго жил в Костроме, часто приезжал в Рязань. Я сравниваю сегодняшнюю Рязань с началом 2000-х годов, когда мы, что называется, зачистили город от наркотиков. За месяц работы убедился, что ситуацию упустили. Рязань буквально заполонена наркотиками, причем это произошло в последние годы. И еще одна выдержка из интервью. Я сюда направлен указом президента России, и если руководство федеральной службы так решило, значит оно мне доверяет. Меня сюда направили как раз для того, чтобы разгрести эти Авгеевы конюшни. И я готов к тому, что будут письма, жалобы. Я это уже проходил. Когда приехал в Кострому, на меня дважды писали президенту, сначала Путину, потом Медведеву. Приехали, проверили, разобрались. Если я буду работать честно, по закону мне ничего не страшно. Надо отметить, что Игорь Туровский всегда активно взаимодействовал с рязанской прессой. При нем работа антинаркотического ведомства стала более открытой, разумеется, в тех рамках, которые дозволены законом и обусловлены служебной необходимостью.